Здравствуйте! Это программа 6 на 6. Первая наша встреча после двух чемпионатов Европы, основной вехи в календаре сборных в 2011 году. Поэтому в основном об этом сегодня мы будем говорить, отталкиваясь от результатов выступления национальной сборной мужской и, соответственно, и женской. Ну и немножко заглядывая вперед, перспективы олимпийского отбора для национальных команд. Вместе со мной в студии моя коллега Татьяна Грачева. Здравствуйте! А в гостях у нас сегодня президент Всероссийской Федерации волейбола Станислав Шевченко. Добрый день! Давайте сегодня с хорошего начинать. Вчера наша национальная мужская сборная получила путевку на Кубок Мира. И это, несомненно, успех Федерации. Поздравляем вас с этим. Вас также поздравляю. Расскажите нам, как вы добились и какие усилия прилагали для того, чтобы вот эту заветную вайлдкарт получить. Ну, я хочу сказать, что Кубок Мира является венцом сезона. Все-таки это отбор на Олимпийские игры. И основная задача для сборной было попадание на Кубок Мира и отбор с Кубка Мира на Олимпийские игры. Не удалось с Европы, но нам удалось впервые в истории получить вилдкарт от Международной Федерации волейбола. Были проведены переговоры с руководством ФИОБ, Европейской конфедерации волейбола. Приходилось убеждать, приводить свои доводы. Но, к счастью, нас выслушали и дали нам пропуск на Кубок Мира. Так что у нас сезон продолжается. Будем следить за тем, как наши ребята выступят на Кубке Мира. Вообще, в целом, ведь вайлдкарт субдали в один регион, в Европу. Такого тоже никогда еще не было. Какие были аргументы в защиту нашей чести и нашего права играть на Кубке Мира? Первый аргумент – это то, что сборная имеет второй рейтинг мировой. Второй аргумент – это то, что мы выиграли мировую лигу в этом году. И третий аргумент – это то, что мы проводим очень много международных соревнований. И авторитет Всероссийской Федерации волейбола в мире очень высок. Итак, полный состав Кубка Мира. Наверняка, собственно, болельщики наши уже в курсе. Но все-таки мы напомним, японцы организуют этот турнир. Хотя не всегда в истории волейбола Кубки Мира проводились именно в Японии. Первый проходил в Варшаве, а затем в ГДР. Дальше пять стран-представителей – это чемпионы своих конфедераций, вице-чемпиона, четыре из пяти. Ну и вот две вайлдкарт у России и Польши. Что касается девушек, были ли там такие же попытки? И, в общем, был ли шанс там пройти? Вы знаете, ну, после выступления, после того, как наши девочки вылетели в четвертьфинале, ну, я думаю, что эти попытки были обречены на провал, и мы даже не пытались для женщин. И тем более, что одна страна ни в коем случае не получила бы два приглашения на Кубок Мира. Ну, давайте тоже посмотрим на полный состав Кубка Мира, куда, увы, девушки не попали. Там такая же абсолютно система. Организаторы, чемпионки континентов, вице-чемпионки, соответственно, вот мы видим Германия, Доминикана, Алжи. Впервые в истории две африканские страны попали, поскольку достаточно высокий рейтинг. И уайлдкарт далее итальянкам, четвертая страна в Европе и вице-чемпион Южной Америки Аргентина. Ну, о том, как наши девушки будут проходить на Олимпийские игры, мы еще чуть позже поговорим. Давайте немножко вспомним о мужском чемпионате Европы, собственно, так, постепенно. Сборная приехала, действительно, после победы на Мировой Лиге одним из фаворитов. Закончил, мы знаем как, четвертым местом, но что-то полезное, что-то положительное, впечатления какие-то от чемпионата Европы были? Положительное, ну, был матч с Болгарией, с нашими традиционными соперниками, где очень неплохо команда выглядела, очень качественную игру демонстрировала. Что касается результата, естественно, он нас не удовлетворяет. И игра с Сербией, могу сказать, что мы играли неплохо. Нельзя сказать, что команда совсем не играла, но в ключевых моментах сербы были чуть точнее, чуть злее, и это решило исход в их пользу. Ну, и, честно говоря, было две ошибки судей, но на судейство мы обсуждать не будем. Да, вот. Многие говорят, причем довольно давно и долго, о психологических проблемах в нашей сборной. Как вы думаете, стоит ли привлекать каких-то еще специалистов, или чем-то нужно помочь, может быть, нашей команде? Помочь? Ну, я думаю, что команда сама себе должна помочь. Я думаю, что выигрыш Мировой Лиги все-таки много дал нашим ребятам, и я уверен, что на Кубке Мира мы должны выступить достойно. Вот лично у меня было мнение на протяжении всего чемпионата Европы, я внимательно смотрела за российской сборной. И, конечно, да, результат нас не порадовал, мы остались четвертыми, но мне почему-то хочется сказать, что эту команду нужно сохранить, ее нельзя трогать. Она настолько гармоничная, у нее настолько все есть, есть тренер, есть очень хороший потенциал, с которым можно работать дальше. Я соглашусь, у этой команды есть будущее, но оно видно, и предстоящий Кубок Мира, думаю, что ответит на все вопросы по этой команде. Вопрос такой, вот перед чемпионатом Европы была такая некрасивая история по поводу исключений из сборной Алексея Спиридонова. Вот по этому поводу какие-то комментарии официального лица главы федерации? Ну, вы знаете, это молодой игрок, но комментарии по такому молодому игроку уже многие давали, я думаю, что может быть и не заслужено. История, предыстория такова. Первый день работы в сборной, у нас было общее собрание команды, на котором я сказал, что кто не хочет подчиняться регламенту работы в сборной, кто считает, что он должен отдохнуть летом, пожалуйста, вам дается сутки на раздумье, берете вещи, едете к семье, едете к детям, никаких санкций не будет. Но кто остается, будут предъявлены очень жесткие требования. Все согласились с этим. Значит, и произошло нарушение режима у господина Спиридонова. Это первый раз. Пришла команда, говорит, мы за него вручаемся. Ну, против команды идти нельзя, пожалуйста, берете его на поруки. Следующий случай через некоторое время, вопиющий. Перед вылетом на последний турнир человек приходит с явным нарушением спортивного режима. Тут уже команда за него не заступается, люди работают, люди терпят, одни режимят, а молодой человек, который авансом взят в сборную, такое себе позволяет. Ну, для меня было ключевое, конечно, мнение игроков, мнение тренерского штаба по этому человеку. И исполком, и президиум федерации принял решение о дисквалификации на полгода полностью и на два года условно. Но в сборной, наверное, он больше уже не появится, да, при таком отношении? Нет, почему? Почему? Дорога в сборную открыта для всех, я думаю, что это должно для него уроком быть. А сам-то Спиридонов что-то говорил, у него была возможность, может быть, как-то оправдаться или его не приглашали? Ну, вы знаете, как бы оправдаться, я думаю, что там было на лицо все видно, и оправдаться, я думаю, что у него не было возможности. Давайте вернемся опять же к нашей команде, которая, вот у меня было полное ощущение дежавю на этом полуфинале против Сербии. Вспомнил чемпионат Европы в Москве, когда мы один мяч были, да, от победы над испанцами. Владимир Олегович руководил сборной, и вот чего там не хватает? Вот с вашей точки зрения и игрока, и уже вот функционера, что еще нужно сделать для команды, чтобы мы прошли, наконец, вот этот барьер последнего мяча? Ну, надо, я думаю, один раз добить мяч. У нас было четыре матчбола, и добием мы хотя бы один из них. Все говорили, что это великая команда и на многое, на многое способны. Это современный волейбол, где очень много нюансов решают, вот, и именно все грехи вылезают именно в последний момент, в последнем мяче, все это четко видно. Я думаю, что не хватило, может быть, даже где-то и удачи, могу так сказать. Как-то вообще такие вещи тренируются, что можно сделать? Вот посмотреть на сербов, в принципе, команда уже на сходе, да, от того великого поколения олимпийских чемпионов остался один Иван Милькович. Ну, ребята неплохие, но не звезды, да, в составе. Как они умудрились выиграть сначала у нас, а потом еще и финал у Италии? Ну, сербы традиционно, у них команда основанная на довольно-таки серьезной дисциплине, защитная команда, вот, у них свой рисунок игры, против которого именно нам очень тяжело бороться. Я не думаю, что они прям совсем на сходе, это хорошая-хорошая дисциплинированная команда. И я думаю, что они заслуженно, конечно, победили на этом чемпионате Европы. По нашим, все-таки, может быть, какие-то рекомендации, не знаю, тренерскому штабу, вот, как руководство Федерации после этого матча, опять же, да, момент вот с судьей, который мы не обсуждаем уже, какие были разговоры с Олегом, с другими тренерами? Ну, разговоры были узкоспециальные, скажем так, обсуждали действия отдельных игроков, но чего-то, что... Кардинально надо менять, ну, честно говоря, мы особо не увидели. Есть нюансы в действиях игроков разного амплуа, это и связующие, и либеры, и центральные блокирующие, но это, скажем так, профессиональные, профессиональный разговор. То есть сейчас эта же команда готовится к Кубку мира, можно ли, кстати, там кого-то еще дозаявлять или тот же самый состав? Да, можно дозаявлять, я думаю, что один-два человека все-таки на сборах появится новых. Ты вот сейчас по итогам чемпионата первых туров? Да, да. Сербия и Италия, финал, живую смотрели по телевизору, как это выглядело? Я смотрел по телевизору и, опять же, вернусь к сербам. Очень дисциплинированно, очень зло играла команда и, повторюсь, заслуженно, заслуженно выиграла. Мне не оставляло впечатление, что итальянцев этих мы бы укатали, вот добей тот единственный мяч. Ну, сейчас легко так говорить, конечно, но на Кубке мира посмотрим. Италия очень здорово разбирает соперников, это видно было по началу встречи, они очень четко выполняли то, что должны были, но пока вот у этой команды в таком сочетании, как мы привыкли ждать от Италии каких-то действий совершенно без проблем, без ошибок, это еще не та Италия. И здесь, конечно, не хватило класса, наверное, так. Сербы молодцы, что две игры выдержали подряд, это тоже не так просто. Обычно после такого тяжелого полуфинала, может, в финале и не сложиться, а здесь, вот, пожалуйста, сербский характер. Ну что ж, сербы чемпионы, итальянцы и вице-чемпионы, и с итальянцами как раз в сборной России начинать свои выступления на Кубке мира. Да, там формула для российских волейболистов традиционно более удобная, да, не надо играть эти стыки в круговую. Ну, да, 11 матчей, 11 матчей, подсчет очков идет каждого матча, и ты встречаешься со всеми соперниками. Хотя, все-таки должен сказать, что очень сильный по составу Кубок мира, 7 команд, которые могут рассчитывать на 3 путевки. То есть, я думаю, нас ждет очень интересный по-моему. Ну, в любом случае, эта дорога гораздо легче, чем то, что получились у девушек. Ну, мы посмотрим, надеемся, что легче будет. Ну, и, конечно, сербские болельщики устроили и в этом финале, в общем, такой хороший эмоциональный фон, ну, а затем и в финале женского фрагмента, которого мы тоже будем наблюдать. Давайте как раз к женщинам и перейдем. Опять же, сборная России, выступление в целом на турнире, положительные моменты и то, что совсем не понравилось с точки зрения руководителей федерации. Ну, не понравился, естественно, результат. Вот, хотя мы и говорим, что сборная была без трех основных игроков, но результат, я думаю, что никто не ожидал такого. И как был проигран матч Турции, безвольно, без шансов каких-либо. Ну, вот в игре с Голландией все достаточно неплохо смотрелось, если не считать совсем уж на старте какие-то ошибки. Ведь потом мы выглядели точно так же, как на чемпионате мира. Мы обыграли сильную команду Голландии и обыграли более чем уверенно. Да, Голландии могли, в принципе, рассчитывать, я думаю, и на чемпионство в Европе. Это сильная команда, действительно, мы уверенно победили. И ничего не предвещало такого провала в четвертьфинале с Турцией. Но я думаю, что есть определенные причины, есть вопросы и к тренерскому штабу, и к игрокам. То есть, ну, есть над чем здесь задуматься и поработать. Вот на ваш взгляд, вот этот уровень сборной, вот этот матч с Голландией, вот реальный уровень того сочетания игроков. Да, мы говорим, что нет Соколова, и восстанавливается там Крючкова, Кошлева. Вот те, кто были в распоряжении Владимира Ивановича Кузюткина. Я считаю, что были очень квалифицированные игроки. Я, честно говоря, удивляюсь, когда говорят, что у нас слабый состав и проблемы. Я считаю, что этот состав вполне мог рассчитывать на первое-второе место на чемпионате Европы. Надо сказать, что в игре с Голландией мы немножко поменяли схему. У нас впервые на Европе заявки было два Либера. И Уланова вместе с Подкопаевой, с Кузякиной играли в одно время. То есть кто-то больше принимал, кто-то больше защищался. Мы уже немножко переставили игроков. Мы подстроились под команду. Мы прекрасно помним наши проблемы в приеме с Испанией. Кузюткин сделал выводы. В общем, мы планировали в таком же духе продолжать дальше. Вообще вот эта ситуация, проблемы в приеме, о которой мы уже говорим, как о такой, не знаю, наследственной болезни. Вот как с этим бороться, может быть, с точки зрения, не знаю, волейбола в целом? Ну, я хочу сказать, что проблемы в приеме практически у всех команд существуют. Это самый технически сложный элемент. Как с этим бороться? Ну, надо работать больше объема тренировочной, работать над техникой. Ведь прием – это такая вещь, которую довольно-таки тяжело натренировать. Это приходит после огромного количества повторений. Существует мнение, что это надо начинать чуть ли не совсем с первых, с азов волейбола в детских школах. Абсолютно верно. С азов надо начинать. Но все-таки, все-таки в командах мастеров можно над этим работать элементом. Опять же, повторюсь, большие объемы, ежедневная, кропотливая работа. И это все-таки должно давать свой результат. Я просто могу вспомнить Карполя, у которого были одни из самых техничных игроков, которые до сих пор играют. Вряд ли можно назвать игрока с лучшей техникой, чем Женя Артамонова. Так вот, каждое утро, пусть это будет зарядка или первая тренировка, даже все, кто умели принимать – Артамонова, Морозова, Батухтина – все вставали к стенке и занимались такими техническими упражнениями. Ну, казалось бы, это только в детстве можно делать, но это тренировалось каждый день. Мне кажется, нельзя вот научиться и просто потом забыть про это и хорошо принимать. Ну, давайте вспомним, действительно, матч с Турцией. Вот мне показалось, что там как раз гораздо важнее были не технические аспекты, а психология. Ну, возможно, возможно. Я думаю, что не совсем правильно было начинать матч с Улякиным. Она очень хорошо провела матч с Голландией. Вот, но все-таки для меня, во всяком случае, первая связующая сборная – это старцевая. Я тоже всегда говорю о стартовой шестерке, которая должна начинать. Люди должны понимать, что, в какой ситуации делать. Мы очень много делаем перестановок. Естественно, Кузюткину виднее, но уж связка на 100% должна быть одна, основная. Если у нее не пошло, значит, ее должны заменять. Но это не значит, что Старцева два раза у нее мяч с Голландией свалился. Естественно, это было совсем ненужное психологическое состояние. Вовремя была проведена замена. Но она ведь не разучилась играть для того, чтобы выходить в основном в составе дальше. Ну, вот, все-таки мне очень показательные были элементы, как турчанки боролись в защите. Как они прикрыли наших нападающих. Еще показалось, что основной акцент связки делают не на Гамовой, что было совершенно удивительно. Вот как раз в концовках неплохо было бы найти Катю, потому что в первой партии все в концовке и решилось. И, может быть, дальше мы бы поправились у нас наши дела. Но если в начальных играх мы могли за счет каких-то других компонентов, за счет блока, за счет атаки, свои проблемы с приемом как-то сглаживать, то вот в этой игре у нас не получилось вообще ничего. Это был совсем не блок и не атака сборной России. Ну да, то есть было впечатление, что команда только собралась после сбора на первую тренировку, там что-то процент на приеме что-то около 40, в атаке 6 из 35 у Гончаровой. Ну, человек как будто действительно вот только-только пришел. Ну, вы знаете, мое мнение такое, что на площадке это не причина. На площадке то, что мы видим следствие. Причины были до игры. Это, видимо, был тренировочный процесс, это, видимо, какая-то обстановка в команде, это, возможно, проблемы какие-то. То есть на площадке мы видим то... Результат. Результат, да. Бывают ситуации, когда все валится, не получается ничего, вот тогда нужны такие люди, как Маша Бородакова. Вот ее бы очень хотелось в этой игре. Может быть, что-то бы поменялось. Вы видели, она вышла в концовке, и даже Катя по-другому себя стала чувствовать. Вот, может быть, эта замена нам была чуть-чуть раньше нужна. Ну, соответственно, если поражение мужчин от Сербии, это, можно быть, оценить как, ну, не знаю, какой-то несчастный случай, да, вот где-то 4 матч-бола было, то с Турцией впечатление совсем другое. В связи с этим будут ли какие-то выводы у руководства по отношению к сборной, да, которую сейчас уже совсем скоро играть, даже не квалификация, а предквалификация? Будут ли какие-то изменения? Что вот на эту тему можно сказать? Ну, я хочу сказать, что 21-го числа будет тренерский совет, где Владимир Иванович перед своими коллегами, ну, скажем так, будет отчитываться. Ему будут задаваться вопросы, обмен мнениями, и после этого тренерского совета, я думаю, что мы сформируем какое-то такое мнение по дальнейшему сборной команды России. То есть пока еще четкого решения нет? Я думаю, что должны профессионалы высказаться, люди, которые не один год в волейболе, мы очень внимательно отнесемся к их мнению. Ну, и я предлагаю перенестись в Белград. Вот ехали туда с совершенно убитым настроением после такой неудачи сборной России, но благодаря сербским фанатам, ну, получился такой к настоящему интересный уикенд. Вот посмотрите, как люди идут на матч своей команды. Восьмитысячный зал «Пионер», туда набилось 9 тысяч человек. То есть было просто нереально подойти к своей комментаторской позиции, потому что все лестницы были забиты людьми. Это вот где-то часа за полтора до игры уже вот такое сумасшествие творилось. И совершенно понятно, как сборная Сербии должна играть после вот такой сумасшедшей поддержки. Вот эта поддержка публики, вот на ваш взгляд, это стал какой-то ключевой момент, или Сербия по делу выиграла финал с Германией? Я думаю, что если брать по раскладу мужчины и женщины, я поставлю сербскую женскую сборную все-таки по силам выше, чем даже мужская. Они укомплектованы довольно-таки сильными игроками. Опять же, скажу о том, что у них есть свой стиль у этой команды, и дисциплина, и свои болельщики, и все это вместе, если сложить. Опять же, думаю, что абсолютно заслуженно у Сербия победила и у женщин. Самое главное, что это все молодые игроки, ну за исключением, может быть, Николич, которые вместе с Тержичем играли в молодежной сборной. Вот это очень большая опасность и очень большой плюс для национальной команды Сербии. Вот момент такой стрессовый был, когда судья предъявила Тержичу желтую карточку, после чего вроде бы посыпались, сербские волейболистки проигрывали 1-2 по сетам и 0-6. Но вот после такого шокового состояния вернуться, в общем, команда, наверное, действительно заслуживает золотых медалей. Здесь еще и немки, наверное, чуть рановато остановились, они уже выиграли и немножко, наверное, перестали держать концентрацию, а может быть и не смогли. И Сербия, наоборот, поднялась так, что вряд ли кто-то уже ожидал, и зал затих, и вот только вот с этим подъемом уже, конечно, вернулись в игровое состояние и волейболистки, и все болельщики. В зале снова стало шумно, и здесь, конечно, Сербия уже стала похожа на себя. А вот можно ли у нас добиться таких болельщиков, такой поддержки? Вот как вот я смотрел на сербских девушек и искренне им завидовал. Как можно у нас такого добиться? Ну, у нас отличные болельщики. Все, кто был на чемпионате Европы в Москве, ну, я думаю, что зал болел просто великолепно. У нас отличные болельщики, и мы у них в долгу. Если у нас будут победы, у нас будет больше зрителей, у нас будет лучшая атмосфера. Думаю, что здесь не в болельщиках дело, а в спортсменах все-таки. Ну да, наверное, взаимосвязаны эти элементы. Ну, соответственно, после этой неудачи для сборной России очень витиеватый путь к Олимпийским играм получается. Давайте посмотрим на табличку. Уже в ноябре в этом году наши девушки будут играть предквалификационный турнир. Причем играть будут в качестве организаторов. Да, вот какие-то у нас уже определился город, где все это будет происходить. Город будет определен в ближайшее время. У нас три кандидатуры. Это Казань, Омск и Калининград. Я думаю, в ближайшие 2-3 дня мы проведем переговоры с организаторами в этих городах и объявим о решении, где мы будем играть. Вот, Тать, по-моему, никогда вы не играли с такой низкой стадией, да, предквалификация. Ну, могу только вспомнить, как наша команда вынуждена была ехать на квалификацию в Африку, когда они попали в Европу. Да, поехали на такие отборочные. И, естественно, там не представляло большого труда выиграть. Но все это так нервно. И я просто желаю нашей сборной победы, желаю пройти вот этот путь как можно быстрее для того, чтобы уже начать такую плановую подготовку к Олимпиаде. Единственное, что хочется еще пожелать, это избежать травм, потому что три игрока у нас отсутствовали по причине травм. И плюс еще у Фатеевой и у Махно болели колени. А вот есть ли, кстати, в федерации и в сборной команде информация о том, как в клубах люди тренируются? Потому что вот я помню, при Капраре постоянно приезжали итальянские специалисты и тестировали своих игроков, игроков сборной. Насколько они готовы и насколько они держат себя в тонусе? Ну, я хочу сказать, что мы работаем в контакте с клубами. Не могу ни про один клуб сказать, что существуют какие-то проблемы. В даче информации, все идут на встречу. Во всяком случае, тренер иногда дает советы, как работать с игроками сборной. Прислушивается в клубах. Ну, честно говоря, я не знаю. Я думаю, что некоторую скидку для игроков сборной в работе тренеры клубных команд дают все-таки. Ну, вот при том, что у нас получается совсем скоро этот предквалификационный отборочный турнир. Соответственно, девушки не в Японию поедут на Кубок мира, а где-то дома будут играть. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Но вот женской команде, про мужчин все-таки как-то более-менее ясно и понятно. Там уже есть такой хороший костяк, уже все вырисовывается. Достаточно хорошее будущее. Про девушек все-таки. Будут ли какие-то специальные переговоры с той же Соколовой? Вот как в следующем году, уже в олимпийском сезоне, или вот уже сейчас, может быть, ту же Любу подключить, о которой все говорят как о спасителе? Ну, Люба действительно ключевой игрок. Но я не хотел бы говорить о Любе, что она спаситель или не спаситель. У нас много игроков, которые достойны быть ключевыми. Что касается Любы, ну, естественно, мы будем с ней разговаривать. Я знаю, что у нее мечта сыграть и выиграть олимпийские игры. Ну, поэтому я думаю, что, естественно, она будет сборной. То есть она может подключиться уже сейчас, в ноябре? Я не готов сейчас сказать, потому что на сегодняшний день не обладаю такой информацией. Ну, хорошо. Вот таковы у нас итоги чемпионата Европы. Может быть, немножко грустные и печальные. Светлым пятном, можно так сказать, стала индивидуальная награда Максима Михайлова, который стал лучшим нападающим, был признан, да и в целом смотрелся очень здорово на фоне своих конкурентов. Ну, и нельзя не отметить, конечно же, Екатерину Гамову, которая сколько могла, тащила на своих плечах женскую сборную. Поэтому закончить нашу сегодняшнюю программу мы хотели бы таким небольшим эмоциональным воспоминанием о выступлении двух наших лидеров. Мы благодарим Станислава Владимировича Шевченко за участие в программе, за то, что, в общем, определенные моменты нам прояснил и расставил приоритеты. Ну, и, естественно, будем ждать и не раз, но уже, надеюсь, с победными рапортами, а не с такими объяснениями. Хорошо. Вам спасибо, что вы слушали. И думаю, что после побед гораздо больше желающих прийти в студию и рассказать, как все было хорошо. Ну, моя такая задача после поражения тоже, значит, что-то объяснять нашим болельщикам. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Максим Михайлов и Ксирина Гамова – две звезды российских национальных команд. Будем надеяться, что и на Олимпийском турнире в Лондоне они блеснут, как блистали на чемпионате Европы в этом сезоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА